Всем привет! Меня зовут Катя Клэп и сегодня на моем канале большой-большой влог о моих друзьях, собаках, семье. Так что приятного просмотра! Три подружки. Идите гулять. Ой, ты что ж так слетел-то, сумасшедший? Дальше побежал? Вот я и готова. Все было накрасить губы. Погнали! Вот знаете, кто-то угорал, что я, значит, ношу уги. Ребята, сейчас они опять в моду вошли, алло. А я вот за этим трендом не гонюсь, ношу то, что мне нравится. Мне кажется, в этом и есть счастье жизни, когда делаешь то, что тебе хочется, подбираешь то, что тебе нравится. Поэтому на всю старой уги и снова в тренде. Знаете, в чем фишка? Я когда себя снимаю со стороны, мне нравятся мои волосы больше, чем в обычной жизни, когда я хожу. Типа, как-то вот оно освежает кадр, ярко, прикольно. В жизни хожу, господи, как задолбало. И все чаще склоняюсь к тому, что я вспоминаю Меган Фокса, так и, господи, хочу свой нейтральный цвет волос назад. Бесит. А потом вспоминаю про ему времена и такая, господи, хочу опять розовые волосы. В итоге хожу с сине-фиолетовыми. Логика. Вот это моя красавица. Мой чеширский кот, потому что я его чищу. Это у нас зона библиотека. И здесь стояли книжки и куча всякой разной фигни. Прикол вот в чем. Пока у меня не было дома, я была в Питере, я попросила маму привезти в порядок какую-нибудь часть дома, чтобы тоже было красиво, уютно. Она решила заняться этим стеллажом. И вроде бы хорошо, да? Я как бы давно откладывала это дело. Вроде бы даже уютнее будет для гостей. Нигде стать ровно, только вот все сатуэтки куда-то делись. И как вы думаете, куда? Правильно, они нашарашены на полках других. Просто вот лежат. Здесь всегда было все убрано. Теперь вот это вот гавнео. А это вообще моя самая любимая. Тут у меня вообще консоль, где я храню свои куклы в коробках. Я всегда стараюсь держать максимально чистый, потому что все люди придут, сюда повахнут сразу ключи, говно, шнурки. И это место я постоянно чищу, потому что оно просто обрастает вещами. Но нет, моя мама решила поставить сюда все то, что она сняла с полок. И такая, вот это идеальное место. Прям при входе, когда люди заходят, охрененно, бардак. Вот я обычно как делаю? Начинаю убираться, выбираю целую комнату, вот сразу. Предположим, захожу в ванну, отмываю все, ставлю все на место. То, что не нужно, забираю и хожу по другим комнатам, оставляю на правильные места. Но моя мама решила убрать полку, засрав все остальные комнаты. И особую полку не надо было, в принципе, убирать. Потому что смущали не книжки, а засохшие какашки. Надо было бы их отмыть. Ну зачем же, у нас вдохновение, творческий дизайн. Какашки будет отмывать Катя. И убирать все ненужное тоже будет Катя. Ммм, приятно. Типа все бы ничего, но паам! Откуда эта батарея, эта табуретка? К чему они здесь? Видите желтый орел? Да. А здесь нет ковра. Это собаки сожрали, пока мама за ним приглядывала. Супер, да? Хорошо мама за собаками приглядела. У нас появился кофейный столик в центре зала. Такой вот красивый акриловый. Блюдо. А еще я сейчас попрызгиваю такой штучкой обивку. Это запах сандалового дерева. Просто спрэчек для дома. Очень приятно пахнет. Чтобы вы понимали, насколько я започена различными запахами, у меня очень чувствительный нос. Я чувствую все вот эти вот тонкости. Что смущали не книжки, а засохшие какашки. Надо было бы их отмыть. Плохо вижу, плохо слышу, зато прекрасно нюхаю. И второе мое хобби ждать, пока испарится предыдущий диффузер, чтобы купить новый с новым ароматом. Я как раз купила в зал эту штуку, чтобы вкусно пахло. Подарок для меня любимый. Ах, уже хорошо пахнет. Да, пахло хорошо, но я не знала почему. А ведь он был использован. У меня какие-то вопросы вообще-то. Почему я так мало здесь, и этикетка сорвана? Я попробую позвонить в магазин. Спросить, что это за говно. Я могу, наверное, какую-нибудь расписку сделать, или... Не люблю я эти штучки, потому что, наверное, думают, что я хочу кого-то обмануть, но я не хочу. Я так мечтала. Поставите, чтобы вкусно пахло. Теперь мне не нужно. Господи, я уже на монтаже увидела, как Нанита запереживала, что я грущу. Это, оказывается, образец был с прилавком. И мне все заменили. Так приятно. Вот когда к людям с добротой, и они к тебе тоже, это прям вот... Я принесла, короче, хрючево, а Жене принес прелесть. Два пакета хрючево, уже жир течет. А Женечка купил кектус. Хрючевый. Видим мы хрючевый. Ехим хрючевый. Ммм, какая вкусно свежак. Чисто, чтобы смочить рот, взяла. Очень люблю, рекомендую. Разбавленная кола, моя самая любимая кола. Серьезно. Наконец-то. Я всегда боюсь, что у меня все прольется, поэтому годами пытаюсь аккуратно открыть. Здесь все по-человечески. Открутили, и как раз-таки пробка здесь. Так. Чисто пошло. Ждем, когда впитается и заблухает. Пойдем поставим на полочку, и сейчас вы не пидарахнутся. Приняла душ, ветер за окном, и буквально щелчок пальца будет утро. А вот и наступило утро. Сегодня в Токе увидела, что некоторые носят патчи вот так вот. Мол, типа, если вот так вот носить, то разгладятся синяки под глазами. Мне кажется, эффект одинаковый, да и в целом это чистый ритуал. Да, я люблю себя, я занимаюсь собой, у меня все под контролем. Вот что случается, когда я сажусь на несколько минут на одном месте. Сосиса апокалипсис. Я попеки. Зюта. Нанейта. И целебуюся. У покемона самые пышные лапки. Мясистенькие такие, такие мягенькие, такие мясистенькие. Спят, дрыхнутся, опять, а мне надо встануть. Так выглядит в предательстве гора из Такс. Мне сейчас кажется, что они как трансформера. Короче говоря, соберутся в одного какого-нибудь Бакугана. Будет мега такс. Ой, как я вас люблю. Ну, это пипинс. И ты пипинс. У меня есть три масочки, сейчас какую-нибудь выберу. Но эссенций в ней просто пипец как много. Ммм, как она вкусно пахнет. Помните, ребята, консоль, которую я выбирала коробки, они не подошли по размеру, я была в шоке. Так вот, я замерила глубину и ширину, и нашла в интернете прям идеально подходящий. Теперь у меня здесь убрано, красиво. И еще они даже серого цвета. Что идеально подходит к моему кабинету. И, наконец-то, со всеми этими поставками, которые приостановились из-за того, что проблемы в мире, стали поступать в мой любимый магазин, мой любимый запах диффузера. Да, это очередная история про диффузера. Запах называется бергамот и жасмин, а пахнет очень чистым бельем. Знаете, есть аромат а-ля там чистых лупок. Вот так вот пахнет. Теперь аромат в моем кабинете классический и самый любимый. Если вы думаете, что я не могу заткнуться по поводу диффузеров, вы правы, то я вчера купила же еще себе один, который я поставлю в ванну. Сейчас мы поставим, и в ванну у нас будет очень вкусно пахнуть. У меня вот здесь вот стоит, он закончился. Все. Это прям отдельное удовольствие мое. Новый запах. И да, у нас же появилась еще вторая раковина, когда я первую поставил. Я просто не успела вам показать, так что здесь такой интересный у нас уголок. А еще мне Женечка-черек купила тортик. Это ж прям сникерс. Вот серьезно, когда у меня есть маникюр, я себя чувствую максимально, знаете, вот бизнес-вумен. У меня все под контролем. Я ухоженная девушка, знаю себе цену. Короче, смотришь на руки, и сразу хочется собраться, что-то там куда-то поехать. Когда у меня обрубки, мне хочется просто, знаете, вот брать лопату и копать. Я себя чувствую каким-то вот рабочим. И если честно, я себя чувствую так 24 на 7. Так что, когда у меня появляются ногти, я такая сразу... Сэсси дива. Вот это вот. Кажется, что у меня просто ногти вот такие. На самом деле, просто вот. Все, что есть, ощущается как огромное. Блин, так и вьюа, что ли, Шанель? Ну ладно, из деревни сразу в Шанель. Представляю, как удивился местный таксист, получив заказ аж в Шанель. А туда я поехала выбирать себе и маме долгожданные подарки. Короче говоря, нашла себе хотелку. Здесь, конечно, много красивых вещей. Мне хочется сумочку, но, мне кажется, я просто уже оборзела. Короче, собиралась уходить, а потом увидела Энкен. Все, она будет моя. Я очень счастлива, очень рада. Пипец. ЗЮТА! Просто паника. Паника, пакеша. О, Господи. ЗЮТА! Помните, я здесь убиралась вчера, да? Они разодрали пальму. Целую ветку ей сломали и отфигачили листья. Просто сегодня еще уги мои сожрали. Я так давно искала сумку своей мечты. Сколько раз я сидела на всяких винтажных сайтах, японских, американских. И это, по-моему, просто идеальный выбор. Аааа, моя родная. Просто обалдеть. У нее очень красивая золотая фурнитура и вот такая вот прекрасная монетка. Я очень люблю мягкие сумки, которые можно как-то, ну не знаю, складывать. То есть они такие подвижные. Я не люблю прям твердые. Мне нравятся структурированные такие сумки, твердые. Но когда я их ношу, я чувствую все их углы. То есть, скажем, я их замечаю на себе. А вот такие мягкие, вот такие вот... Я не могу. Вот мой штатив. И смотрите, это как в Винни-Пухе. Входит и выходит. Входит и выходит. Она еще такая приятная. Ее еще так хочется обнимать. Такая плюшечка плюшевая. В маленькой коробочке мне сказали, что находятся сережки. Сережки для меня, а вот брошка для моей мамы. Вот что хочу сказать. Отойдя от кассы, как бы вот такой вот не проверишь, что ли вам положили. Как человек, которому продали использованный диффузер, мне простительно и понятно. Их здесь такие еще бусинки полупрозрачные, серые. Очень красиво подо все будет подходить. Прям супер. Все. Здесь находится мамина брошка. Я вставлю фотографию сюда в видео, чтобы вы знали, что там находится. А вот и брошка уже на маме. Вот так она выглядит. Она прям мечтала о брошке от Шанель. Коробочка от них почему-то порвана. Ну да ладно. Даже вот заломы есть. Так, правильно размер-то хоть? Выглядят прям большими такими. Кстати, это те самые ботинки, у которых на подошве есть шипы. Пипец. Ключик от Шанель. Короче, как-то вот так вот. Видите? Переворачиваете. Ставите вот так. И здесь уже шипы есть. Уже хочу придумать с ними образ и гонять. Просто какая красота. Вот это мой стиль. Сумочка Шанель и шавушка. Я считаю, это идеальное просто сочетание. Красиво, модно, молодежно. Очередь на сосание. Вот это вот детское счастье. Сухо. Волосы собаки. Обзор бутика. Попка колбасы. Горбушечка остатки. Как говорится, остатки сладкие. Куда ты уже, елочка? Вообще, все дорожные елочки. Утонули. Где-то здесь у нас были ступеньки. Да, ты что у тебя на голове ты? Мне все ногти отлетели. Давайте поблимемся. Это наша Мирочка. Я ее зову Миробублик. Видите, как у нее. Вообще, медвежит. Это наш классический, идеальный мужчина. Аркан. Аркан. И так как у нас Миробублик, Мира, то это у нас Аркуки. О, о, о. Ты что ты? Все, нагулялись все? Пойдемте. Трестагон пошел. О, это она, моя елочка. Трестагон. Всем доброе утро. Я уже делаю себе маску, привожу себя в порядок. Губы у меня все обветрились. Тоже их активно увлажняю. Пока все это впитывается, приготовим завтрак. Такая жирненькая масочка, так приятно вообще. Бекончик. Классический лучок. Люблю, обожаю, украшает любое блюдо. Кажется, что ты шеф-повар со стажем, просто невероятный кулинар. А на самом деле, просто поточим немножко лучка в сковородочку. Шпинатик и два яйца. Клазунья с беконом, плюс еще положила свежую кинзу. Я и моя банда идем гулять. Я-о-о. Ой, ты не, ты не, ты не. Люда, ты почему без свитера? Ты побалдели? Ты без свитера. Они куда-то свитера свои потеряли. Пойду искать. Еще один снятый свитер. Паркулки. Смотрите, какая красота у нас на участке. Я что-то подумала-подумала, и решила еще вот такие вот уличные шары повесить на нашу небольшую терраску. У нас тут с крыши, значит, снег сошел. Ну-ка, крышка же, дети. Я... Б***ь. Посмотри, я на дворника похожа. Шапка еще такая. Ну, немножко такое, типа. Под вечер я решила немножко апгрейднуться. А знаете почему? Потому что могу. Мое богатство. Все, что с Hello Kitty, я хочу. Я боюсь, что однажды дойдет до татуировки. Если раньше я не хотела делать татуировки по одной простой причине, что, типа, ой, надоест, придется сводить, я постоянно меняю стиль, то сейчас я понимаю, что, когда я от этого открестилась, такая, ладно, пофиг, сведу, подумаешь. И на самые, как бы, заметные части тела могу сделать, не надойдят. Но тут сразу же потекли мои идеи, плюшевые мишки татуировки, Hello Kitty, бриллиантики. Потому что и Эмма, и гламурки любят Hello Kitty. Я так, видать, обожралась всего сладкого, что у меня даже здесь появилось раздражение. Топ. О, боже, японские капли для глаз. Больно. Мне кажется, японцы просто любят делать больно. Типа, блин, наши русские капли такого не делают. Эти же приносят боль и результат. Где мой спонжик? Все. Я не знаю, куда я собралась, но выгляжу так, как будто у меня отменили все планы. Короче, признаюсь честно, я захотела колбасы, пока себя красила. Не знаю, почему, но колбасы, по-моему, дома у нас нет. И это удручает. Обожаю тот факт, что я только сейчас сообразила, что я села есть, полностью накрашенную. Значит, съем свою помаду. Господи, как вкусно есть стейк с теряги. Ем тухлую капусту, которую спасла. Лучшая тухлая капустка ever. Все, я выключаюсь. Это ты, да, мой мальчик. Мягонький, маленький, покеши. Нырк, на ней, ты опять сижу почеши. Вот так вот лежит, спинку ему чешу. Вот такой вот у нас романтичный покеши. Всем доброе утро. У меня просто дико сухие губы. Последним спасением я нашла скраб для губ сахарный. Очень вкусно пахнет, жонным сахаром. У него классный вкус. Что-то между кленовым сиропом вкус и карамелью. А то сегодня с утра пораньше мне привезли с почты кучу заказов с Алика. Хочу вам сделать небольшой холл, а вместо губ жопка сухая. Ну что, показываем, какое барахло мне пришло с Алика. Мешок, еще. И классический мешок с мешком, потому что куча посылок в одной. Ну что, выпали подухи. Какая-то какашка мышиная. Короче, он дико классный. А вот второй, чисто чтобы был комплект. Такие они рыхлые, жиденькие, из рук попадают. Очень мягкие. По-моему, я заказывала еще третий какой-то. Ну типа как-то вот так, вот, ну вот так. Сумочки. Сумочка номер один. Хлебушек. Я сумасшедшая. Ну как, это можно было не купить. Вы знаете, я обожаю хлеб. На ощупь она очень приятная, как будто из неопрена вот эта часть. Но она такая немножко ворсистая. А это кучерявая. Веселый хлеб. Там был еще грустный хлеб, но я решила быть веселой и позитивной. Дальше. Очень круто, что я купила эту сумочку. Она тоже в форме плюшевой игрушки. Потому что сейчас вышла коллекция Марка Джейкобса с мишками двухголовыми. И я не успела взять там сумку. А потом такая вспомнила, так стопе. Пару месяцев назад я такую уже заказала с Алика. Так что буду тоже в тренде. И уже мечтаю, знаете, куда-нибудь поехать. Взять все это с собой говно. Ходить с этими больными сумочками. А еще он дико мягенький. И цвет красивый. Там было три варианта цвета. Я выбрала вот такой вот прянич. Очередная казанутая сумочка. Потом все это можно будет детям отдать. Смотрите, какая лягуха. У меня есть такая сумочка еще с Хеллоу Китти. В свое время покупала. Ходила с ней, тусила. И поэтому мне нравятся такие вот прикольные, смешные сумки. Знаете, как будто вы пошли в какой-то парк развлечений. И там купили себе на память какую-то хрень. Она просто смешна и веселая. Сумка-приколюха. Не все же каждый день как бы шонель носить. Это вот такой вот мягенький цветочек двухсторонний. Ламбандовый с кремовым цветом. Тоже там пошел в магаз, закинул телефон. Я понимаю, что это детское, но мне нравится это интерпретировать. Мне кажется, это очень модно, современно. И это, скажем, такая шутка юмора. Над стилем, хайпистами и прочее. Вот. Со мной приехало такси. Я еду на ВДНХ. На улице просто офигенная погода. Светло, выпал снег. Не растаял, что тоже плюс. Я сейчас ползу и лезу за перчатками, потому что мы будем заходить в АЦ-шку. И я, как всегда, в своих кроссовках. Кто-то что-то будет говорить, если заболеет. Ну а что, я доехала до ВДНХ? А это Настюшка. Все красное. Настя мне помогала снимать много видосов, пока не собралась переехать в другую страну. И вот я здесь снова. Жду классическое хрючево. Первый пакет. Это, наверное, мне, да? Посмотри, какая прелесть. Это натуральный хлопок, но и компоны. Это не вкусно. Да, вообще, Настя. Клотный, очень красивый. С Настей, кстати говоря, это, по-моему, первый человек, с кем я с тобой снимала вместе видео. Да, она видит могу. Специально. Специально на свой канал. И вот Настя, представляете, вот сегодня мне подарила такие прекрасные тапочки. Я думаю, ей кто-то помогает. Она сама лично вяжет одна, одна вот эта красота. Просто человек нашел крючок у своей свекрови и решил, ну, научусь вязать. Ребята, в описании под видео я оставила магазинчик Насте. Она делает все своими руками, безумно качественно и красиво. Так что, если кто-то захочет сделать уютные подарки себе или близким, советую зайти и заценить. Сейчас идем до магазина Лего выбрать Жене. Точнее, уже я позвонила, он в наличии. Этот набор, он его очень сильно хотел, но потом посмотрел на цены и такой, нет, мне он не нужен. А я понимаю, что есть вещи, которые глупые, но очень нас радуют. И если ты сам себе этого не можешь позволить, то есть Катюшка, Дед Мороз, борода из жопы. Ой, ужас какой. Тяжелый пипец. О, вот это тугонько. А, что-то так захотелось взять себе цветочку, каким-либо себя порадовать. Да, хочу. Я этого заслужила. Возьмем небольшой с собой сухой паек. Ну что, вчера нам не удалось покататься на коньках, поэтому сейчас мы едем на озеро замерзшее. Впервые в жизни так катаюсь, боюсь ужасно. Прочитала все статьи про то, какой толщины должен быть лед, чтобы под него не провалиться. А если провалился, что делать? Поэтому сегодня будет весело. Короче, мы приехали на это огромное озеро. И хотите приколы? Оно все в снегу. Я боялась провалиться? Нет. Здесь вот такущий слой снега, и люди катаются просто на санках. Я могу хоть что-нибудь сделать нормально? Хоть что-нибудь? Мы, конечно, попробуем. Но кажется, мне это очень тупая будет затея. Вон, Настя пошла в коньках кататься. Настя офигенно катается. Россию могу не понять. Не могу сейчас опасаться. Местами можно ехать, а не бежать. Если разбежаться и хорошо оттолкнуться, можно чуть-чуть проехать. Весело, Настя, весело. Сейчас еще чуть-чуть, и мы очистим это озеро. Я не знаю, видите вы или нет. Короче, я сейчас рудала, потому что мы на всем озере нашли все-таки очищенный кусочек. Вот этот вот кусок. И мы вот отсюда бежали. Настя еще такая, да нет, типа он фиговый, лед. Я говорю, да какая разница, хотя бы очищенный. Мы тут облетаем. Вот этот звук, ты не скрещаешь, да. И мы просто как крысы последние. Мы прыгиваем вот сюда, в сугробы, чуть ли не ползем обратно. Казалось, наконец, что нам улыбнулась удача, мы нашли лед. И мы такие счастливые побежали, и вроде все нормально. А вот тут... Это худшее было решение в моей жизни. Пытаться быть спортивной. Собственно, так-то мы и заехали, а потом как побежали, б***ь. Так, я вешу побольше, чем Настя. Не подходи ко мне близко. Так, а что это здесь такое? Это что, дыра во льду? Трещина! Трещина! Ёбка, п***ю я вообще, п***ю! Даже дверь открыта! П***ь, страшно? На, покатайся еще. Ты готова? Да. Надо! П***ь! Что, я не хочу? М***ь, м***ь, это ты г***ь! М***ь! Вообще, конечно, здесь дико красиво. Я думаю, с нас хватит время перекусить и отправиться домой. Самая приятная задумка на сегодня. Давно. Резиновая, но вкусная. Всем привет! Мы идем устраивать гонки. Офигеть! Все, это просто мечта! Все. Бешеная сумочка, смотри. А внутри еще одна бешеная сумочка. Юльчик мне подогнала еще одну штучку с запахом хлопка. Очень вкусная вещица. Сейчас будем кататься 20 минут. Два заезда по 10 минут. Я думаю, что так мало. 10 всего минут. Сейчас буду в гонку. Ура! Юля, гонь! Не надо на меня! Езжай нахрен! Ну что, красавчики, проиграла-то гонку? Молодец! Я заглохла! Я была первая! Нет. Все, никто не подкупил эти выборы. Катюшка на первом месте. Юльчик, Юльчик, на втором! Юля, Юля! Короче говоря, у нас сегодня самый настоящий спортивный забег. Мы сейчас небольшой делаем перекус. И едем кататься все-таки на коньках в ДНХ. Механа в ДНХ. Я без новых коньков. Я буду там снимать коньки. На прокат брать. Потому что я думала, мы вообще туда не попадем. Поэтому не брала свои новые. Боже мой, как плохо я выгляжу! Короче, на улице очень холодно. У меня шапка вот такая вот смешная. Которая должна быть очень красивой. Юля такая еще в магазине. Говорит, ой, какое сочетание. Какой красивый цвет синий. С оранжевым сочетается такая. Да, девочка моя, стильная эстетика. Смотрите, я сочетаюсь вон с мусоровозом. Жить надо так, чтобы утепляться. И пить потом охлаждающие напитки в минусовую температуру. Находясь рядом с рекой, где все обдувает тебя мокрым ветром. Чтобы вы понимали, Юля приехала в Москву гулять красиво. Я ее сейчас веду в метро обходными путями через промзону. И я такая, Юль, не обращай внимания, это не вся Москва такая. И мы проходим, я думаю, ой, гирлянда. И я приглядываюсь и понимаю, что это выглядит как петля. Просто петля. Юль, прости. Очень позитивно, мне нравится. Юль, ну вы же, питерцы, умеете разделять счастье. Да, у нас очень много мостов. Ты не поняла шутку, ладно. Разделять радость других. Ладно. У нас петля, у вас другое. Ну что, это, пожалуй, все на сегодня. Если вам понравилось видео, то не забывайте ему ставить палец вверх. И подписывайтесь на канал, если вы новенький. Ну а также желаю вам оставаться такими же позитивными и креативными. И увидимся с вами в следующем ролике. Пи-пи-пупочек. Пи-пи-пупу. Пи-пи-пупу.